6-й Ревишвили, 7-й Цвейба, 8-й Сулаквелидзе, 9-й Коргалидзе, 10-й Гурули и 11-й Шенгелия. С правого флага начинается атака. Перехватили Мятинамо Цыгвелидзе и устремились вперед пас на Шенгелия. Там двое атаковали Шенгелия, затем играет Коргалидзе. Хорошая атака Динамо Цыгвелидзе, правый флаг, получает Чедья передачу, ходит в страхную площадку. Удар ворота, угловой, вот видите, как быстро контратаковали Динамо Цыгвелидзе. Только что была сожгана опасная ситуация у ворот Динамо Цыгвелидзе, угловой подавали. Хозяева поля и мгновенная контратака Динамо Цыгвелидзе. Фургалидзе, он получил травму и пошел Ревишвили подавать. Шестой номер Динамо Цыгвелидзе, а супер Манфред Брёсснер, орбит, судья в поле. За воротом, гол! И Сосо Чедья на третьей минуте матча красивым ударом головой забивает мяч в ворота Хозяев поля. 1-0, впереди Динамо Цыгвелидзе. Первая атака на ворота Виктории и Голлс. Ворота Ротарезу. Матч проходит на стадионе Динамо, хотя у клуба Виктория есть свой стадион. На сегодняшнем матче, матче 1-16 финала Кубка Уэфа. Гурули выпрыгнул хорошо, сыграл на Ченгелия. Ченгел бросит. Угловой. С правого фланга будут подавать Динамо Цыгвелидзе. От Аркор Голидзе, 9-й номер, выдвинутый вперед, игрок средней линии, там три полузащитника, Решвили, Чедья, Свейба, и выдвинутый вперед от Аркор Голидзе, связующее звено между средней линией и линией атаки. Вот он подает угловой. Удар, гол! 2-0. Ромаз Шенгелия. 118-й гол на счету Ромаза Шенгелия в чемпионатах Советского Союза, в кубках нашей страны, европейских кубках и в матчах со сборной Советского Союза. Последний гол он забил в Болгарии в игре 1-32 кубка Уэфа. И как раз он мне говорил, сегодня что-то я остановился на 117-м, и вот забил 118-й гол в встрече, динамовцы Тбилиси выигрывают 2-0. Оля футболисты Виктории. Кабалинский сыграл на мире 25 любителей футбола, болельщиков из Тбилиси присутствует на сегодняшнем матче. Это группа, организованная спутником. Тбилисцы прибыли вместе с командой. Был первый чартерный, так называемый чартерный рейс. Совершен Тбилиси из Бухарев. Впервые Аэрофлот создал все условия не только для футболистов Динамо в Тбилиси, но и для поклонников клуба, которые с белоголубыми флагами, флагами Советского Союза сидят справа от меня на центральной трибуне и бурно поддерживают Тбилисцев. Ну и самое главное, что Тбилисцы сами отлично начали игру, забили два мяча, владеют инициативой. И, собственно, один лишь был момент, когда защита чуть-чуть допустила маленькую неточность, но могло это обернуться неудачей.